Потом идёт пятый эпизод. Окей, тут вот это начало, конечно, неуклюже. Я снимаю оба видео вместе, поэтому надо каждый раз вступление. В общем, это я заметки по ходу прохождения Stranger Things 3 ставлю и про каждую серию рассказываю, в общем, такие моменты, которые мне бросились в глаза, в общем, мысли по поводу разных аспектов. И вот пятую серию я начал смотреть сразу после четвёртой. Обычно я там, ну, между ними перерыв делаю в день, там, и ещё откладываю как-то, потому что, ну, они не особо связаны, а просто как-то вот уже ночью начал смотреть и как-то так ещё поздно смотрел, уже даже особо не обращал внимания на всё, что происходит. То есть пятый для меня таким показался самым филерным на самом деле, при том, что в нём представили нового персонажа, и такие есть экшн-сцены всякие, и многое становится явным. Ну ладно, я сейчас буду лучше по порядку рассказывать, да. Начинается всё с того же момента, как лифт начинает падать, и там смешно Стив нервничает, то есть... Та такая начинает там им предъявлять, типа, что я в опасности, а он говорит, мы сейчас все, если умрём, то всем уже будет всё равно. Такой бескомпромисс на себя ведёт, это прикольно было. Потом Джойс и Хоппер наконец-то находят вот это вот какое-то, ну, как, наверное, один из входов в лабораторию или типа того, и там механики вот эти, они реально на русском говорят. И я рад тому, что когда берут не английских актёров, которые с русским акцентом плохо неправильно фразы собирают, а именно вот более-менее органичную речь какую-то. Хоть и слышно иногда акцент, то есть это... Кто-то просто хорошо знает русский язык, раз вот так вот. А потом появляется вот этот вот, который его избил в третьем эпизоде, в общем, и он как Терминатор пришёл, и тот мэр его ещё назвал Шмарснеггером, и я ещё думаю, вышел ли в тот момент Терминатор настоящий, раз тут такая явно прямая отсылка к нему. Ой, потом тот пистолетом угрожает, и он такой, типа, ты не выстрелишь, потому что ты копа. Он такой, ну, проверь меня, и реально отсчитал 3-2-1 и выстрелил. То есть меня это удивило, потому что Хоббер, ну, я не знал, насколько у него, как бы, вот такая планка есть того, как себя вести, но получается, что он всё-таки, ну, такой уже отчаянный немного. Но тот всё равно умудрился уклониться, как бы. Потом Джойс ему пистолет кинула, промазала, и он долетел до Терминатора до этого. Вообще, ну вот как, ну вот чё? Потом, когда они уже выбежали и в машину сели, и он же прицепил себя наручником к этому Алексею, по-моему, или как-то там. И такой, ну, вместо того, чтобы сам вести, такой, Drive именно кричит ей, оно так, ну, так по-глупому, как бы. И потом настолько вот явно отсылка к Терминатору. Он с пулемётом идёт, освещение, с одной стороны, выражение, то же самое. Там, если на паузу поставить, то он выглядит именно как Шварценеггер. Они ему грим так сделали, чтобы он выглядел как Терминатор, и он ещё и на одну ногу хромает, именно как тогда Т-1000, или как его там. То есть, мне не нравится, когда настолько навязчиво отсылки происходят, как бы. И тут, то есть, оно как бессовестно, не знаю. И музыка, кстати, музыка, единственное, не сильно пытаются быть похожей. То есть, они могли бы вот это ту-дух, ту-дух, ну, более перкуссионно это всё сделать, но там звуки достаточно оригинальные. То есть, даже когда показывают его, и музыка намекает на то, что она как в 80-х была, И он использует такую, ну, смешанную технику, и оно звучит немного по-современному, как инди-игры, в общем, ну, потому что он инди-игры озвучивает. И в первом сезоне немного больше на то было похоже, но здесь уже более аутентично и саундтреки, и музыка, и вот такие вот звуки, по сути, просто резкие. То есть я, в принципе, уже такой не так скептически отношусь к композитору. Потом вот Алексей, ну, Алексей, я так понимаю, его бы к дереву привязали, и Джойс такая пытается ему что-то понять, и он там некоторые фразы отдельные понимает. И мне же удивительно, что кто-то может настолько не знать вообще ни одного слова, чтобы не понимать, даже когда такие простые понятия. Потом, по-моему, Хоппер в этот момент же как раз пытается машину починить. Я не помню, что зачем шло, но да, у них машина заглохла, и тот же как бы механика, а тот не знает, что, и говорит, не включай, оно взорвется, и оно реально полностью, машина взорвалась вообще. И он же такой, стоп! Ну как? Мне же интересно, те, кто на английском смотрят, они включают, наверное, субтитры на этих местах, потому что на экране не написано, и никто не переводит. То есть, наверное, да, наверное, там предусмотрено как-то, что для русских фраз субтитры, потому что иначе... Или, типа, те, кто на английском смотрят, не должны понимать, о чём оно говорит, но классно и то, и то понимать вообще, когда смотришь. А, и вот этот актёр, вот этот Алексей, на Вейда мне похож, если что. Я говорил там в первой серии о том, что актёр, как Вейд Уаттс. Потом, после вот этой драки, Макс и Эл, в общем, Макс ей помогает кровь вытереть, наконец-то, у неё постоянно вот это течёт из носа, вот это, каждый раз, когда она хоть что-то делает. И впервые показали, как это происходит потом, то есть, ну, обычно она просто стирает там, но тут они так... То есть, наконец-то, хоть более подробно этот момент показали, и Макс теперь стала ей такой, как бы, напарницей, поддерживать её, этого тоже не хватало. И, кстати, круто было ещё, когда Майк, когда уже вот это было сражение, и тот её отбросил, то Майк её спас, я вспомнил, в предыдущей серии я забыл это записать. То есть, сам факт, что они вот это могут спорить там, там у них какие-то могут быть непонимания, но когда вот какая-то ситуация такая, то Майк реально с собой рискнул, напал на того, кто явно сильнее был его, и потом там тоже пытался спасти или типа того. То есть, ну, в беде познаётся, в общем, это всё. Всё равно круто было, что они к этому моменту хотя бы уже разговаривали, а то ж она dumped his ass, как говорится. Потом все такие обсуждают, типа, шо они там делают так долго? I don't know, girls just like hanging on in bathrooms. Такой чипсы ест, Лукас такой, клулес, как говорится. А потом они такие, we can still hear you, you know? Они всё это время это всё слушали. Ну, прикольно, вот это, да, продолжается, как бы. Я уже сказал, что сама динамика отношений у них хорошая, то есть. Потом показывают пролив тут, там, где они такие вылезли там сверху, и тот там ещё сходить умудрился на стены. Робин это всё видит, она такой молнией, там, вот это вообще, такие странные сцены, конечно. Раньше такого не позволяло, по-моему, себе это шоу, я не помню. И каким-то образом бутылка вот эта вот, когда они решили поставить её под дверь, выдержала, хоть и треснула в конце, и они успели все прокатиться под этим всем. И потом оказалось, что, ну, реально, как кислота началась сквозь металл там прожигать. Это прикольно было. Как в Эллиане, да, кстати. Потом, когда они, ну, Нэнси с Джонатаном к ним пришли, всё рассказали, и они все поехали на машине, и Майк с Уиллом, по-моему, такие, типа, You gotta be kidding me. Не-не, Майк говорит, типа, Are you serious? И тот такой, Welcome to my life. И их запихали в багажник просто. И Уилл тоже такой, как намекает на то, что он сам как в багажнике, считай, всё время должен. Ну, он как такой лишний груз. То есть, это его в данном случае, ну, такое, да. И когда машина выезжала и врезалась в велосипеды, это тоже было символично. И когда ещё перед этим в третьей серии показывали, как стоит машина на фоне, и тот на велосипедах ездит, то, типа, велосипеды это как детство, типа, а машина это как взрослая жизнь. И тут оно, мне кажется, визуально на это намекает. То есть, когда они до этого пытались через дождь, там, на велосипедах, там, оно как-то так несерьёзно. А тут они уже сели в машину, и Нэнси с Джонатаном, это как следующее поколение, по сути, такое. То есть, как-то разные группы такие, в общем, персонажей тут. И тот факт, что машина сбила велосипеды, показывает о том, что они все, как бы, взяли ответственность на себя. Ну, наверное, я не знаю, просто мне оно так интерпретируется. Ну, они же не случайно сбили эти велосипеды. Они могли просто, там, полметра не доехать и не сбить велосипед. Потом же в лесу с Хоппером и Джойс, Алексей начинает бежать, такой, смотри, по-русски кричит. Бежит, вот такой, стой. И Хоппер начинает, там, вот это, у них постоянно ревность, типа, там, о, шо, теперь ты ещё с ним будешь говорить? Типа, она такая, шо, мне теперь уже ни с кем нельзя говорить, уже так явно. То есть, перед этим оно так серьёзно было, сейчас почти смешно, как бы, уже из этого комического сделали ситуацию. И потом он прибегает, и там просто 7-11, такое, именно, ну, типичное место такое, как, да, это, в принципе, не с чем сравнить, 7-11 это... И там ещё я видел кругом на Ютубе сейчас, типа, Алексей living his American dream, вот это вот всё, о том, как он там, как они колу зашли, просто встали, сразу пьют вообще из холодильника. И им даже кассир говорит, вы вообще платить будете за это? Настолько, ну, бесшабашно это всё делается. И он тоже такой пьёт, и видно, что для него это всё в новинку. И я ещё думаю, ничего себе, это же, как бы, советское время, получается, и этого Алексея туда взяли, по сути, на работу, ну, как командировку, грубо говоря. И, то есть, он реально в своих лабораториях не видел этого всего. Этот факт, что он вырвался оттуда, и такой, как бы, такой, как... Сейчас звёздами в глазах на всё это смотрит, это круто показано-то тут. И я ещё думал, а как это может быть, он же, как бы, учёный, но, оказывается, что да, он, то есть, не видел этого всего. И тут весело, короче, эта сцена показана. И Хопар купил себе вот эту штуку, короче, я не знаю, как она называется, такая, как... Ну, по сути, как мармелад такой в пакетике, он там его, там, тянет, оно там гами или стик... У него тут написано флаффи, не. У них есть название, типа, там, Джимми... Джемми... Ээээ... Я слышал, я кругом слышал, вот этот Uninformed Video Game Reviews, который Джерри Блуп, он постоянно такие штуки ест, и оно смешно. У нас таких нету, это просто, как, часть тоже культуры, скажем так. И тот факт, что он его ест ещё в этой рубашке дурной, и он такой, типа, «Шо, вы, наверное, баунти хантерс?» А он такой, «Я, вообще-то, полицей, типа, прикрыйте им!» И потом машину увидел на улице, и такой, «Ой, мы тут задержали опасного преступника!» Такой, показал там, значок быстренько. А тут такой, в шоке вообще, и такой, «You're doing the right thing!» «Вы всё правильно сделали!» И включил музыку такой, и они слышу, и начинают ехать вообще. Джойс ещё неправильно сказала, за что его там посадили, и как бы... Хоппер вообще, хоппер жжёт вообще. Он самый крутой, наверное, в этом фильм-сезоне, и во всём шоу. Настолько вот, вот, реально, как Антиана Джонс в данном случае просто получается это всё, ну... А, потом Нэнси с Джонатаном и со всеми остальными, которые не влазят в кадр, потому что их сильно много, пришли в дом, в котором родители вот этой вот Хезер были, и она реально там как в... Ну, исследует, понятно, как Нэнси Джуи должна такая. Ходит ещё вот это платье у неё, вот это именно такое явно с отсылкой к этому всему. И они такие следуют, типа, вот тут вот след крови, там, тут бутылка, потом увидели, что следующий, помните, верёвки кто-то разрезал. И это мне напомнило «Властелин колец», когда они пытались, ну, по следам хоббитов такие увидели, типа, они тут разрезали путы, и дальше потом в лес убежали. И я не думаю, что это была прямая отсылка к «Властелину колец», но всё равно это было круто, потому что похоже сделано очень, так именно, когда они вот следуют за невидимыми такими подсказками, как бы детектив такой себе. И потом Джойс с Хоппером приезжают опять кутамут, который в прошлом сезоне там помогал вот этим Нэнси с Джонатаном, и он, оказывается, единственный русский язык из них знает, и тот такой, типа, там, «Лысая свинья», а он такой, «Я хоть и лысая, но тебе наручники». То есть он, типа, знает русский, но не совсем слышно, что у него акцент более сильный, как бы, и круто, что он вернулся, этот персонаж, и потом он им показывает какое-то радио такое прикольное, и я думаю, о, вот это Дастину понравилось бы. Мне даже интересно, встретятся ли они все вместе, потому что, реально, Дастин в начале, по-моему, в первой же серии показывал им свои изобретения, и у него реально точно такая же штука была, как и у этого изобретателя. Это подобные персонажи, может, они все встретятся, может, даже ещё учитель этот придёт, и было бы круто, если бы что-то такое совместно они сделали, вау, это реально как напрашивается, может, даже будет и в следующих сериях такое, потому что сейчас, по сути, опасность чуть больше стала, ну, вроде как, хотя, по сути, «Монстр 1» всё равно его, наверное, легко, там, «Л» опять его, наверное, в портал запрячет, и всё. Я хочу это записать как свои предсказания о том, что может быть, чтобы потом можно было сравнить, как оно на самом деле произойдёт. И потом этот же персонаж, типа, «Вы принесли сюда этого русского шпиона like a child dragged shit on his shoe», как вообще, как на обуви, там, занесли, вообще такие, ну, оскорбительно говорит, в общем. А потом те такие отошли, такие, «Мы точно можем ему доверять вот это всё?» А тот такой, «Может, прекратите свою lover's quarrel?» Типа, «Хватит уже, голубки!» А они такие, «Мы, оп, 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 оп!» Он такой, «Spare me!» То есть это уже, мы через это проходили, как бы, он такой, «Так, да, конечно, рассказывайте!» Он тогда Нэнси и Джонатана, по сути, такой, ну, помирил, и реально это его функция стала теперь, он просто видит, у кого, как бы, есть отношения там, и прикольно, что он, по сути, такой, как, типа, там, шпион, такой, там, боится всяких конспираций, там, такой, со всякими, там, защитами живёт, и такой изобретатель, но при этом он ещё и может определить, если кто-то, там, скрывает чувства вообще, ну, интересный персонаж получается тем самым. И потом, когда он вот это, типа, там, начинает умничать, Джойс просто взорвалась такая, типа, «Нас только что, чуть не убили, мы пришли, потому что ты единственный русский язык знаешь, так что помоги нам, будь добр, пожалуйста!» И он в таком шоке именно, я думаю, о, впервые истерика Джойс сработала, потому что обычно она, там, паникует, и это всем мешает, а теперь даже на него оно так, то есть впечатлило оно его. Потом показывают, как Стив, Робин, Дастин и Эрика пытаются пробраться сквозь лабораторию, они увидели, ну, есть, пришли куда-то, этот тоннель не вёл просто так никуда. И ещё по дороге туда они тоже такие, там, полтеца Робин упомянула, что, типа, «Почему именно здесь?» И они такие оба остановились, типа, «Ты думаешь, это связано?» Типа, «Возможно». И те такие, «Вы ничего не хотите поделиться с классом?» Прикольно, сама фраза мне что-то, ну, запомнилась, потому что они все такого возраста, что реально ещё эта фраза актуальная, по сути. Дастин ещё в школе эти, и, типа, «Поделитесь со всеми», типа, «Если так смешно, то расскажите, в чём...» Ну, вот это всё. И потом, каким-то образом, они вот это спланировали, там, прокрасно, и там столько людей, как бы, как их сразу не заметили? Охранник чуть-чуть не заметил, они за ящик святались, и потом они зашли в другую комнату, в другом конце, и как? Ну, то есть, не убедитесь... Ну, мне кажется, они бы не смогли так прокрасно. То есть, тот факт, что они смогли пробиться в комнату без потерь, это вообще удивительно, как бы. Ну, потом, там, в самой комнате был охранник, и такой, ничего не понял. Робин попыталась, там, «Серебряный код, поездка в Китай!» И он такой, «Я не понимаю». Классно, что она такая, всё, что выучилась, могла сказать, но оно же не связано всё равно, и в итоге отвлекла. И потом Стив на него напал, и такая полноценная драка, как бы, и тот такой, «Вау, ты всё-таки смог, ты победил драку!» То есть, они же до этого шутили о том, что Стива постоянно там вырубают, что он реально все драки проигрывает, а тут он такой, ну... Классный Стив вообще, Стив теперь один из моих любимых персонажей тоже стал со временем. В первом сезоне, даже в конце, когда он вернулся, вот это сбито, и помог им всё равно, он такой был, как бы, эээ. На втором я не помню, что с ним было. А, во втором он с Дастином подружился, да, это тоже было прикольно, как бы. И в третьем, да, он самый крутой, наверное, ну, с точки зрения его развития, так скажем. И он же, когда ещё планировал этот план, Стив, то он говорил, типа, «Я вырублю охранника, мне это под силу». Они такие, «Ну да, ты только всего лишь ни разу не выиграл в драке, как бы». И потом всё-таки у того было оружие, и он смог его вырубить таким каким-то образом. То есть, он сдержал обещания, к тому же. Ой, они каким-то образом таким... И они таким образом оказались реально в самом центре этого всего, там где этот портал был открыт, то есть это где-то под землёй было. И прикольно было, когда Робин такая, там, пыталась сквозь дверь смотреть, где это всё находится. И было бы круто, если бы актриса ещё была другая какая-нибудь, потому что это было бы более эффектно выглядело с таким освещением. То есть, снято круто, но актёры не всем не нравятся. Так что... Потом переключаются опять на Нэнси и Джонатана, они в лифте едут, такая музыка там играет. И Джонатан такой, «Да, я был так неправ». И она такая, «I'm just looking forward to you not doubting me again». То есть, такая, знаешь, сначала сама извинялась, признавала, что она была неправа, и он тоже признал, помирились, и потом она такая, «Ну, я всё равно права». Вот это вот такая, знаешь, как бы навязчивая... Ну, не навязчивая, а как... Просто, ну, как... Нэнси, короче, мне всё ещё не нравится. А тех оставили, получается, ждать, и они такие, там, этот, Макс пытался с Китлз, выбрал Д3. И мне почему-то вот сама цифра вот эта, Д3, код, он что-то напоминает. Это, по-моему, тоже к чему-то отсылка, потому что я где-то видел это уже, и потом такая, там, пружинка недооткрылась, и пачка недовыпала. И думаю, «Come on, you piece of shit!» Ел ему помогла, тряхнула всю штуку, и всё посыпалось, и Лукас такой, «О!» Понабирал там, и он, и он такой... И он такой наклоняется к нему и такой, «Олив Брэнч!» Никто не знает, что это значит. «Олив Брэнч», я так понимаю, это как какая-то фраза насчёт того, что она, типа, простила тебя, может быть. И вот, да, Л простила, похоже, растолкнула. А тот такой, «You're hopeless!» Типа, не понимает даже намёков, типа, «Попробуй с ней заговорить, в общем». Потом переключаются на Нэнси с Джонатаном, и там на них нападает вот этот один из директоров, который был на почте, и даже вот тот, который напрямую издевался над ней, он, получается, тоже порабощён был в период какой-то, когда это происходило. И тут оно именно как хоррор-фильм начинается уже. И прикольно вот эта вот, как бы, тенденция. То есть они сразу тут показывают, что если одного ударить, то на другом оно заметно было. Потому что до этого было непонятно, когда Нэнси видела, что когда Билли в бане было жарко, то и старушке было плохо, и непонятно было, как это связано было. То есть я думал просто, как у них общее всё. Но получается, что это всё как единый организм. И когда одного бьёшь, то второму точно так же больно. И это в нужный момент сработало, когда она его, по-моему, этим огнетушителем ударила. И как раз тот момент, когда он почти ножницами Джонатана напал. То есть, в принципе, сама сцена достаточно таки интенсивная. И вот этот свет мигает, и даже он там по сюжету мигает. То есть он мигает, потому что сама вот эта сущность вызывает искажение реальности, скажем так. Ну или там энергии просто. И даже в какой-то момент совсем свет погас. Это тоже потому, что он перерождался или типа того. То есть это всё не случайно было. Хотя бы это обосновано более-менее. Но вся сцена, я не могу сказать, что мне прямо понравилась. То есть, когда вот такое чересчур интенсивное, как типа хоррор-фильм, ещё и в таких обычных декорациях, просто в больнице как бы преследует. Оно не сильно интересно. Я не знаю, мне оно как не особо, эта сцена впечатлила, в общем. И она больше напомнила тот первый сезон, там второй, как обычное уже, то есть пошло просто. Сражение с монстром. Такое. И переключаются на группу этих, которые ждут. И там этот Лука скидает, скитлз и Макс ломит. И такая, ей! Она просто сам крикнула. Это прикольно. Ну, голос. И оно так вообще такое весёлое всё. И потом Майк всё-таки с Эл заговорил. И Уиллу такой показал глазами, типа, эээ. И он такой, окей. То есть, прикольно. Он уже особо не обижается, реально. Меня прям это удивило, что он, похоже, действительно, не знаю, не то что перерос, но может, как бы, смирился. В общем, уважительно себя ведёт, как бы. Потом явно прямая отсылка идёт к Шайнингу, когда этот идёт такой тоже хромает. И такой, Нэнси! Повторяет постоянное имя. И свет мигающий. Вот этот вот клишейный хоррор такой, конечно. Не особо мне нравится. И потом она чем-то его ударила, я не помню. По-моему, как раз с Незрушителем. И зубы даже выбила. Он так мощно очень. А, и тот ещё в этот момент того ножницами уколол. То есть, таким образом они с двух сторон их атакуют. Хоть в разных местах. Это само по себе интересно. А, и потом мне стало любопытно, что произойдёт с ними, когда они вот как бы вырубятся, и такие дрожат, и свет гаснет. И прям реально... И думаю, они как зомби там. Ну, то есть, возможно ли их убить вообще? Потому что дальше они же будут воссоздавать Day of the Living Dead. И там надо найти способ убивать их как-то. Легко, чтобы эффективно. Как Walking Dead, например, когда голову отрезать или типа того. И потом оказалось, что они просто вот так вот как крысы вот эти вот в начале просто с графикой из 90-х тают в такое непонятное, такое просто выпирающее, как мультяшное считать такое. Гу. Это не классно. Это реально как разочаровывается. Да, под конец так обычно, так галимо. Надеюсь, что хоть Молли будет что-то. Пятый реально филер получился. Да, просто в конце вот так вот они оба вот эти вот два блоба вот так собираются вместе и превращаются в тупо обычного монстра, как в Stranger Things всегда было. Это наиболее неинтересный момент вообще во всех Stranger Things. Это сами монстры. Они никакие как бы. И тут оно на нем останавливается, и мне реально неинтересно, как они с ним справятся, потому что наверняка просто там придет этот дробовиком, убьет его и все. Или там... Ну, я не знаю. Короче, вот после пятой серии мне даже неинтересно было сразу шестую смотреть, потому что это был недостаточно весомый такой cliffhanger, чтобы там интриговать. Так, у меня батарея садится, так что вот как раз я рассказывал про пятый эпизод. Он в целом мне не сильно понравился. Он как филерный такой самый получился. Хоть тут и Алексея показали, и вот эта вот хоррор-сцена как бы, но таких запоминающихся моментов не сильно много было. То есть у него рейтинг не сильно большой будет. Я потом в конце рейтинг поставлю. Окей, сейчас наконец-то могу смотреть следующие эпизоды. Получается, осталось всего 6-7-8. Там, наверное, уже сейчас вообще это как эндгейм. Ну, в смысле, уже конец. Уже сейчас, наверное, все там уже последние боссы сейчас будут. А может, мол, начнется. Короче, интересно. Наконец-то смогу посмотреть. Увидимся в следующей серии. Выключай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова